Здравствуйте! Журналисты своего ТВ продолжают работу, чтобы вы могли узнать обо всех событиях, происходящих в крае. Меня зовут Никита Шишков и вот о чем расскажем далее. Бьет по молодежи, как штамм омикрон изменил статистику заболеваемости коронавирусом в крае. Новый опыт в Красногвардейском округе ремонтирует сельский ФАП, когда сдадут работу. Остались считанные месяцы до ввода в эксплуатацию новой школы и нового детского сада в Кисловодске. На объектах побывала Екатерина Сегида. Начинаем выпуск. Минздрав Края на следующей неделе представит план по переводу школ на дистанционное обучение и продлению каникул. Менять учебный процесс, возможно, придется из-за штамма коронавируса омикрон. В правительстве региона этот вопрос обсудили на Совете по борьбе с инфекцией. За последние две недели среди детей сильно выросла заболеваемость коронавируса. А за последние сутки и вовсе треть всех заболевших – это молодые ставропольцы до 17 лет. Губернатор поручил проработать предложение о переводе школ на удаленку и приостановить массовые мероприятия с молодежью. Ужесточение в части проведения массовых мероприятий с детьми на территории Ставропольского края, они должны быть с пятницы запрещены. Полностью. Не 50, не 25 человек, а запрещены. Полностью. К слову, в Край поступила первая партия вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Как отметили в Минздраве, вакцинация несовершеннолетних будет только добровольной и с согласия родителей или опекунов. Впрочем, новый штамп повлиял и на работу медучреждений Края. Несмотря на более легкую форму инфекции, люди все еще нуждаются в госпитализации. Это в основном непривитые пациенты с патологией. Как больницы справляются с новым вызовом? Виктория Шкальная с подробностями. Это вторая горбольница Ставрополя. С начала пандемии стационар стал одним из главных лечебных центров по борьбе с инфекцией. Сюда привозят пациентов разной степени тяжести. Готовы здесь и к новому вызову – омикронштамму. В реанимации пациенты есть, но свободные реанимационные койки на данный момент есть. К сожалению, да, существует дыхательная недостаточность на данный момент, которая требует пациентам проведения искусственной вентиляции легких. Но процент этих пациентов значительно ниже, чем был, скажем так, во время дельты. Сейчас в медучреждении свободны почти 50% коек. Штамм омикрон у пациентов протекает легче и реже приводит к развитию пневмонии. Но госпитализация все еще требуется людям из так называемой группы риска. Чаще всего в стационар попадают непривитые пациенты с патологиями. Продолжает борьбу с вирусом и инфекционная больница Краевой столицы. По словам специалистов, стали чаще болеть дети. Увеличилась заболеваемость детей. И дети стали чаще попадать в стационар. На данный момент у нас, на сегодняшний день, в стационаре получают лечение 35 детей. И превалирует категория школьников от 6 до 14 лет. Детки болеют в легкой и средней форме, но есть дети, которые имеют тоже сопутствующие заболевания, тяжелый преморбидный фон, и они госпитализируются. Внимательно следят и за состоянием будущих мам. В перепрофилированном подковидный госпиталь роддоме под наблюдением сейчас 86 беременных женщин. Оставшиеся койки предназначены для других коронавирусных пациентов. При этом персонал медучреждения продолжает принимать роды и оказывать акушерскую помощь. Детки у нас в основном все отрицательные. То есть они изолируются отдельно. И у них берется ПЦР. Вот они находятся в отдельном отделении, куда совместное пребывание мамы запрещено. Потом у них берется ПЦР-тест, он отрицательный, и выписывается либо домой по желанию матери, либо ждет, пока мама выпишется из стационара. Снизилась нагрузка на аппараты ИВЛ. Пациентам сейчас реже нужна искусственная поддержка дыхания. Однако в стационары продолжаются постоянные поставки медицинского кислорода. Виктория Шкальная, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Приятные вести есть и в образовании. Кисловоз продолжает преображаться. В городе-курорте строят новые школы и садики. Это позволит значительно сократить очередность и поможет решить проблему вторых смен. Когда объекты распахнут свои двери, Екатерина Сегида все выяснила. Несмотря на незаконченный вид, в этой школе на улице Замковой уже можно согреться. Ее специально подключили к теплоснабжению для того, чтобы строители не прекращали работу даже зимой. Осталось каких-то полгода, и в этих коридорах зазвучат детские голоса. Новую школу возводят в живописном районе Кисловодска. Ученики и педагоги смогут любоваться красивыми горными пейзажами. А пока природную тишину нарушают звуки строительных инструментов. На улице 90% работы выполнили, и внутри работы тоже на процентов 70% выполнены. Коммуникации все. На данный момент ведутся работы по установке межкомнатных дверей, противопожарных дверей, отделочной работы, монтаж трубопроводов, отопление тоже уже проложили. Контур утеплили. В общем, идет все по графику. Здание разделено на блоки административной, учебной и спортивной со столовой и актовым залом. Также в школе будут медицинский блок, комната отдыха, библиотека, игровая для младших классов и бассейны. Если бы я была кисловодским школьником, я бы обрадовалась этой стройке. Ведь учиться в школе, где есть бассейн, довольно интересно. Причем в этой школе будет два бассейна. Сейчас я нахожусь в том, который побольше, он в длину 25 метров. И вот в этом месте, при моем росте в 174 сантиметра, меня полностью бы скрыла вода. Поэтому тем школьникам, которые пока еще не научились плавать, сюда лучше не заплывать. Учреждения возводят в рамках нацпроекта образование. В общей сложности новая школа обошлась в миллиард рублей. Вот смотрите, эта школа с количеством мест в тысячу единиц. У нас в городе во вторую смену учатся более 1800 учеников. То есть вы сами можете посчитать, что еще одна такая школа, которую мы планируем построить тоже в Кисловодске, и сейчас будем начинать проектирование, позволит нам полностью ликвидировать вторую смену. Это очень важно. Сдать объект планируют в июне, и уже в сентябре здесь за парты сядут ученики. К слову, по поручению губернатора Владимира Владимирова на Ставрополье в 2022 году планируется строительство еще восьми школ. Продолжаем сейчас участвовать в той демографической субсидии, которая по поручению президента с прошлого года начала тоже реализовываться на территории Российской Федерации. В рамках нее мы уже начали строить несколько школ. Школы две в Ставрополе, в Михайловской школу. В ближайшее время будут конкурентные процедуры по школе в Иссентуках. Ну и еще ряд школ у нас предусмотрен на 2023-2024 годы на территории края. А в нескольких метрах от школы расположился новый детский сад Ясли на 280 мест. Большая часть работ уже позади. Остались последние штрихи. А это санузел ясельной группы нового детского сада «Теремок». Вот такой он красивый, яркий. Осталось совсем немного времени, и родители приведут сюда своих малышей от полутора до трех лет. И я, честно говоря, чувствую себя здесь гулливером. Чтобы вы понимали, размер раковины, она мне по колено. При строительстве учли все требования. В детском саду есть лифт для маломобильных граждан, бассейн, медицинский кабинет, игровые, столовая и даже тренажерный зал. Новый соцобъект возвели в рамках нацпроекта «Демография». Доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет составляет 100%. Для детей до трех лет более 99%. В настоящее время в отдельных территориях края есть перекомплектованность групп в детских садах. Но правительством ежегодно принимаются меры по решению данной проблемы. Ошляется строительство детских садов в рамках различных государственных программ, в том числе и в рамках реализации национального проекта «Демография». Сегодня на Ставрополье работают более 800 детсадов. Их посещают почти 129 тысяч воспитанников. В планах на 2022 год завершить строительство еще 13 детских садов. Екатерина Сегеда, Юрий Корниенко, Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. А еще недалеко от Кисловодска в поселке Иноземцево обновят бассейн Южно-Российского лицея казачества и народов Кавказа. Работы начнут в марте. Специалисты реконструируют чашу объекта и приведут в порядок систему отопления. Также отремонтируют помещения. О других новостях края расскажем в нашем коротком обзоре. В Неминомыске завершается строительство детского сада на 225 мест. Учреждение разделено на блоки. В каждом месте раздевалки, игровые и спальные комнаты, а также буфетная. Сейчас специалисты приводят в порядок территорию вокруг сада, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Детсад возводят в рамках национального проекта «Демография». Станицы Суворовской обновят парковую зону на улице Центральной. Там обустроят пешеходные, велодорожки, детские и спортивные площадки. Также установят скамьи, урны и фонари. Возведут на объекте и скейт-парк, рассказали в Управлении по информполитике правительства региона. Работы будут проходить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В селе Покровском в этом году отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт. В здании заменят инженерные коммуникации, окна, двери, полы и кровлю. Также обновят внутренние помещения, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Все работы проходят благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Ставрополья. В небе над Ставрополем заметили очень необычное облако. Вот оно. По форме оно из себя представляет практически идеальный круг. И этого было достаточно, чтобы включить фантазию комментаторов в городских пабликах на полную. По разным версиям это и буква О, и НИМП, и НЛО, и инверсионный след от самолета, и все это одновременно. Мы, конечно, утверждать наверняка не беремся, но точно могу сказать, что выглядит кольцо в небе как минимум необычно. Ну а еще больше новостей есть на нашем сайте stv24.tv. Там много всего интересного. Ну а если вам есть о чем нам рассказать, то пишите в мессенджеры, ватсап и телеграм по номеру 8 928 350 80 70. Также мы есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь, комментируйте и смотрите самые свежие новости. Далее прогноз погоды. У меня же на этом все. Меня зовут Никита Шишков. До встречи. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на четверг, 27 января. В центральных территориях Ставрополья снег возьмет небольшой тайм-аут. Днем облачно, ближе к вечеру вернется снег. Главное, что не такой, как на Кубани, где высота сукровов аж 41 сантиметр. Местами пройдет дождь со снегом, ветер умеренный. Погода на КМВ аналогична. Днем облачно и пасмурно, вечером пойдет мелкий снег. Снежной каши под ногами не избежать, так что будьте аккуратнее. В этот раз отличился Железноводск. Там без осадков. Знак плюс покинул восток Ставрополья, но местами. В Курском округе плюс 2 градуса. Солнышко в этот день можно не ждать. Погода везде пасмурная. В целом, к вечеру ожидается небольшой снег с дождем. Погода не из приятных, но в пятницу будет лучше. На этом у меня все. Увидимся на своем. Субтитры предоставил DimaTorzok